Вера, вот как вы думаете, сколько в среднем лет российскому частному инвестору? Я думаю, где-то от 40 до 45. Вот казалось бы, это логично, потому что инвективное инвестирование в этом возрасте само по себе подразумевается с точки зрения экономической финансовой теории. А с другой стороны, на самом деле, средний возраст российского частного инвестора, это 30-35 лет, ну, по крайней мере, об этом нам говорит статистика. А люди более старшего возраста, инвестиции скорее склонны избегать, хотя на самом деле какой-то сформированный капитал и интерес к этому у них есть. Они туда категорически не идут. Любопытно, почему это может происходить? Ну, наверное, в первую очередь, какой-то страх потерять то, что уже нажито за жизнь. Это первый момент. Второй момент. Все-таки мы были далеки от инвестиционной такой активности многие годы, я имею в виду население страны. Ну, а молодежь воспринимает все это гораздо легче и не боится пробовать. Но при этом, мне кажется, что люди, которые находятся в категории 50+, как раз могли бы очень прагматично и очень эффективно инвестировать свои средства в интересные консервативные инструменты. Когда ты относительно свободен, может быть, даже еще и от основной работы, или, может быть, у тебя сформировался капитал, который ты можешь куда-то вложить, это действительно может быть даже более интересно, чем то же самое занятие, но в более юном возрасте. Думаю, что это очень интересная тема для нашей сегодняшней программы. Совместный проект РБК и Промсвязь банка «Почему женщины инвестируют» снова в эфире. Сегодня мы будем разговаривать с нашей героиней, которая уже всего в жизни добилась. У нее есть собственный бизнес, она мама и бабушка, которая обеспечила себя и своих детей всем необходимым для жизни, недвижимостью, но у нее есть мечта. И она задумывается на тему инвестиций. Так как же начать инвестировать людям за 50? Виктория Пятница, 55 лет. Бизнес-консультант, управляющий партнер образовательной платформы для HR-специалистов. На инвестиции Виктория готова направлять 60% своего дохода. Есть финансовая подушка безопасности, которая составляет 1 миллион рублей. Риск-профиль консервативный. Инвестиционная цель – покупка дома в Сочи. Добрый день. Здравствуйте, Виктория. От вас прям веет какой-то энергия, я бы сказала, у вас особенная энергетика. А что вам дает энергию в первую очередь? Что вас заряжает? Семья, работа. Наверное, это та история, когда бизнесу помогает движение души. Это здорово. А сколько лет уже вашему бизнесу? Вообще в индустрии я работаю уже больше 25 лет, но уже своим бизнесом занялась с 2017 года. Потихоньку-потихоньку консалтингом. И сейчас у нас онлайн-школа. Все, что посвящено развитию HR-ов на рынке. И таких soft skills для людей. Ну и карьерное консультирование, конечно. А когда-нибудь у вас был опыт инвестирования? Или для вас бизнес это в первую очередь? Для нас бизнес – это инвестиции. Почему говорю для нас? Потому что у нас семейный бизнес. Я больше в части методологии и экспертности. Муж больше занимается промоушеном, продюсированием. Поэтому у нас такой получился тандем. Хотя сами не ожидали, что у нас получится вдвоем. У вас есть мечта. Какая? Расскажите про тебя. Мы решили, что следующей нашей инвестиционной мечтой будет покупка дома в горах. В каком виде это будет, мы еще посмотрим. Потому что, ну, с одной стороны, хочется какой-то дом с видом на горы, скорее всего, и с поездкой на море. Может быть, наоборот, еще посмотрим. Но где-то заглядываемся и в том отношении, что искренне верим в то, что бизнес пойдет успешно и удачно. И, возможно, это будет даже какой-то учебный центр локальный. Горы, море похожи на Сочи, по слову Сочи. Да. Прямо это единственное место. Ну, не Сочи, больше там Адлер, Роза Хутор. Мы такие приверженцы нашего российского туризма. А сколько в вашем бизнесе работают людей, помимо вас с мужем? Или вы вдвоем справляетесь? Вы знаете, у нас, мы два как два собственника. Те ребята, которые у нас есть, они в основном работают на подряде. То есть, что касается бюджета, финансового плана, вы понимаете, какое количество, условно, по всей вероятности, это какие-то записи... Это курсы обучающие, да, абсолютно верно. Какие-то программы, мастер-классы. И, соответственно, вы понимаете, сколько вы в месяц примерно затрачиваете. Абсолютно верно, да. А прибыль? Прибыль, конечно, тоже считаем. Мне кажется, такая немножечко даже калька инвестиционной такой деятельности. Да. Но при этом я услышала некое противоречие, связанное с тем, что на данный момент единственная ваша финансовая цель за пределами базовых потребностей – это ваш бизнес. Можно из него струйку направить на что-то другое? И какой ее может быть объем, на ваш взгляд? На самом деле у нас параллельно, да, вот эта история идет. То есть основные средства у нас уходят на инвестиции собственного бизнеса, но мы стараемся небольшую сумму откладывать все-таки в подушку безопасности. Это будет такой первый задел у нас, в том числе на покупку недвижимости, которую мы хотим. А вы уже сегодня понимаете, что это за недвижимость? Ведь для того, чтобы на каком-то этапе отложить какую-то сумму... Ну, цифровать как-то, да. Вот видите, действительно легко говорить с бизнесменом, да, который понимает, как и с чего складываются деньги, да, и как работает проект. Ну, к примеру, вы определяете для себя параметры будущего дома, понимаете его примерную стоимость, да, несмотря на то, что недвижимость все равно дорожает, какие-то изменения на рынке идут, но при этом вы откладываете сумму, которую потенциально можно направить в инвестиционную какую-то программу и получить чуть больше там дохода, да, для того, чтобы как-то ее увеличить, изначальную сумму. Расчет какой-то у вас есть? Ну, как всегда, да, бывает там сценария А, Б и С, да. То есть если все пойдет окей, вообще будет все прекрасно, и как мы запланировали, то, возможно, мы будем задумываться о более серьезной истории открытия учебного центра. Если же будет сценарий Б, там где... В раках этого дома? Нет, это дополнительно. То есть это, скорее всего, может быть с прицелом где-то на элементы отельного бизнеса, апартаментов, либо чего-то еще с помещением для обучения, там, где можно сделать реально учебный центр в красивом, хорошем месте. Ну, и если где-то рядом будет стоять наш дом, это было бы идеально. Ну, просто картина такая очень... Идиллическая. Да, она очень привлекательная. Допустим, вы накопили 1 миллион рублей на ваш дом мечты. Вот он лежит здесь в виде каких-то инструментов. И вы, когда просыпаетесь утром, вы знаете, что этот миллион нужен вам не завтра, и он должен превратиться, допустим, в 2 спустя несколько лет. Ну, и вот сегодня конкретно вы открываете, а этот миллион превратился в 500 тысяч рублей. Как на это отреагировать? Когда мы говорим о том, что надо куда-то вложить, ты вообще не контролируешь ситуацию, и что-то с ними случится, они могут превратиться в 1,5 миллиона или в 10, или вообще превратиться в пыль там, да. И вот это ощущение того, что нет контроля над ситуацией, оно очень сложное. Думаю, перед нами классический портрет консервативного инвестора. И здесь, конечно, портрет должен быть дифференцирован на разные инструменты. Это могут быть как акции. Ну, наверное, для вас это было бы комфортнее брать как раз те самые пресловутые голубые фишки, потому что мы, по крайней мере, понимаем, что с ними будет. И если они где-то падают в цене, они через какое-то время все равно растут. Поэтому вы будете более-менее уверены в том, что не потеряете те средства, которые вы заработали. Ну и другие инструменты, которые мы уже обсуждали в предыдущих программах, еще будем обсуждать, потому что мы стараемся от каждой программы к программе изучать разные инструменты инвестиционные, разные программы и продукты. Если возвращаться к вашему портфелю, здесь, мне кажется, надо рассмотреть еще и драгметаллы, и другие инструменты. Это могут быть, например, облигации федерального займа, очень длинные, стабильные. Можно попробовать сделать небольшое уделение и часть отправить на банковский вклад, просто чтобы быть более уверенным. Да, ну банковский вклад в данном случае, если мы говорим все-таки о росте для того, чтобы купить или построить дом, это скорее такая фундамент, заморозка средств, которые не будут просто падать в цене. Абсолютно согласна, да. Поэтому здесь, может быть, какую-то часть действительно отложить, посмотреть, как растут, например, растут ли в цене акции, какая история, потом докупить, к примеру. Или вклад как накопительный для того, чтобы, опять же, эти накопленные средства пустить на инвестиционные продукты. Слушайте, ну а если вообще мы говорим об акциях, вот если нет времени возиться, нет желания делать это, то индексы, причем даже на российский широкий рынок, я убеждена, они вполне могут решить этот вопрос. То есть вы покупаете, приобретаете, допустим, индексы, связанные с московской биржей, или, например, индекс нефтегазового сектора. Но я бы вот всегда предложила рассмотреть процентов 10 из портфеля. Все-таки на более какие-то, ну в данном случае, может быть, нерисковые инструменты. Я бы рисково их не назвала. Просто нужно хорошую выборку. Как раз на экспортные компании, которые сейчас развиваются, у них очень хороший потенциал. Просто даже вот с точки зрения поиграть, если можно так выразиться, и посмотреть, какой будет рост. И если его не будет, то это будут незначительные потери. Но за этими компаниями, конечно, нужно смотреть. Потому что через какой-то период времени, если будет активно она развиваться, будет рост, а потом будет стагнация. И в этот момент как раз нужно принимать решение. Есть еще одна главная, наверное, вопрос. Это, на мой взгляд, пресловутая точка входа. Вот я сейчас хочу инвестировать, вот хочу начать, вот прямо сейчас. А как мне начать, если вот рынок действительно на максимуме, а вдруг он очень дорогой, и дальше он никогда так больше не вырастет? Этот вопрос, причем он мучает, на самом деле, не только начинающих частных инвесторов, но и профессионалов. Вот как они его решают. Здесь можно применить такой инструмент постепенного вхождения в рынок. Да, такой усреднение доходов, ну, или убытков потенциально. Поставили себе задачу, вот я хочу, допустим, каждую среду, какое-то время я буду инвестировать определенную сумму денег. Вот каждую среду, независимо ни от чего, я захожу. Ну, если, конечно, нет каких-то коллапсов. Конечно, тут здравый смысл тоже надо иметь. Захожу и инвестирую. Надо было так программу назвать. Захожу и инвестирую. А вот как бы заходит, но не выходит. Да, пока не выходит, потому что инвестировал на долгий срок. Горизонт покупки дома у вас есть? Вот вы понимаете, что я хочу купить, например, дом через 5 лет. Или нет, я буду покупать его через 10 лет, потому что у меня есть определенные задачи по бизнесу. Я буду вкладывать в бизнес средства основные. И потом, уже постепенно выводя из бизнеса, вкладывать в инвестиции и покупку дома, например, планируя примерно в этот период времени. Ну, мы поставили для себя оптимистичные сроки. Это 5 лет. То есть мы примерно себе представляем, когда это может случиться. Хорошо. А вы когда-нибудь задумывались о получении дохода или, другими словами, о выводе денег, получении той прибыли, которая дала ваша инвестиционная деятельность? Как это сделать? Пока не было, скажем, особо повода. Но то, что это будет задачей через год-два, это однозначно. Это вы говорите о прибыли в бизнесе. Да. А я говорю о вашем потенциальном инвестиционном портфеле. Здесь есть определенные правила. Нет, про это даже не думала. Ну, это очень важный момент именно в части вашей мечты или вашей цели. Я бы назвала это не мечтой, на самом деле, а целью. А вполне себе понятной и осязаемой. Дело в том, что при выводе средств с инвестиционного портфеля тоже нужно рассматривать, как мне кажется, в самом начале вообще, в принципе, инвестиционный продукт. Вот, например, облигация. Облигация гасится в сентябре месяце. Значит, выводить средства с этого продукта нужно в октябре, соответственно, для того, чтобы получить ту самую максимальную прибыль. Перед покупкой дома, а, кстати говоря, тоже важный момент, ведь покупая дом обычно летом, да, вы разыскиваете? Ну, чаще всего, да. Ну, с весны, чаще всего, да. Поэтому здесь тоже есть определенный план. Это с точки зрения вообще практичности. Сначала найти дом, зафиксироваться, а потом уже выводить средства. Но при этом надо понимать, каким этапом и какие сроки вывода тех или иных продуктов. В части, например, акций тоже можно от них избавляться, можно так сказать, постепенно. Смотреть, соответственно, за рынком. Где-то подрастают энергетики, например, и вы в точке роста. Собственно, избавляетесь от этих акций, получаете серьезную прибыль. Где-то лесопромышленники, например, упали. Подождать. Подождать, пока они вырастут. Таким образом, постепенно-постепенно из своего портфеля, выводя, собственно, вот эти вот, если можно так выразиться, линейки продуктов, получать доходность и складывать это на, собственно, дом вашей мечты. Я вам рекомендую еще для самостоятельного изучения. Ну, это такая базовая классика. Уоррен Баффет и эта книга всегда вдохновлялась. Это «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма. Такая базовая книга в библиотеке. Не только человек, который хочет заниматься инвестициями, а просто человека, который, в принципе, хочет контролировать свою жизнь через финансы. И она очень полезна и для бизнесменов. В том числе, мне кажется, выдержала она порядка 10 переизданий только в Соединенных Штатах. Прекрасное издание есть на русском языке. Никогда не пожалеете, что потратили на это время. И, кстати говоря, тот самый Уоррен Баффет, он начал инвестировать с 11 лет. И до сих пор инвестирует. Поэтому учиться никогда не поздно. И инвестировать никогда не поздно начать. Собственно, желаем вам успехов. Спасибо, что пришли на нашу программу. Мне кажется, мы очень интересно и разносторонне поговорили сегодня. Спасибо. И мы, кстати, тоже немножечко образовались. Потому что с предпринимателями, я говорю, всегда это самый лучший разговор. Они тебе всегда чем-то заряжают. Они от тебя берут и тебе приносят. Спасибо вам большое. Спасибо. И успехов вам. Очень здорово. Ну и мы ждем фотоотчета хотя бы о том, как будет сбываться ваша мечта. Обязательно. Обещаю. Я такую перезагрузку некоторую для себя сделала. Поняла, что действительно, несмотря на то, что есть куда сейчас вкладывать и что делать, есть куча интересных инструментов, которые... В общем, надо изучать вопрос и заниматься этим направлением. Так что спасибо большое за сегодняшнюю встречу. До встречи.